Без дела не сидела. Коклюшки сделал её брат Гурий. Сейчас коклюшки Антонины Николаевны на отдыхе. Их музыка звучала в доме ветерана более 30 лет. Однако за столь нелёгкую жизнь заниматься женщине пришлось не только художественным промыслом. Антонина Алексеева – труженик тыла. Я у родителей осталась одна, потому что сельская школа была за 9 километров. А две сестры учились в городе. Мама мне сказала, мне тебе давать на еду, нечего, живи дома, помогай. А папа-то на фронте не был, потому что из возраста вышел. А два брата фронтовика. Потом война, повестка пришла. Собирайся на лесозаготовки, ёмческий сельсовет. На лесозаготовках Антонина Алексеева трудилась не один год. Чуть позже работала на кирпичном заводе. В мирное время плела кружева, работала в аптеке и горничной в гостинице. Сегодня Антонина Николаевна отмечает 100-летний юбилей и принимает гостей. Поздравляю вас с днём рождения от себя лично, от всех вологжан, с таким замечательным юбилеем. Дожили, дай бог дожить ещё до 150 лет. Вот мы с вами всё говорим, тут болит, там болит. Вот представляете, люди прошли через такие испытания. И отмечаем сегодня 100-летний юбилей. Вместе с мужем Антонина Николаевна воспитала двоих сыновей. Супругу она потеряла уже больше 40 лет назад, но до сих пор помнит день свадьбы. В 46-м году день Конституции был. Он приехал из города, поедем Тоня расписываться. Поехали расписываться, расписались. Я стала Белосеркова, я стала Алексеева с 46-го года. Обыкновенная советская женщина, которая всё время трудилась. Также с отцом, чтобы мы ни в чём не нуждались. Семья крепкая, в общем-то, все друг за друга. Эта дружность и сейчас – основополагающая черта большой семьи Антонины Николаевны. Кроме сыновей, у неё теперь трое внуков и семь правнуков. Правнучка Злата каждый год празднует день рождения 10 марта. В тот же день, что и прабабушка. У неё был юбилей, 95 лет. Мы собирались с бабушки на юбилей. И немножко не получилось. Нас все потеряли, нас все ждали за столом. А мы были в роддоме. Мы были в роддоме, да. И у нас такой был 17-й год, тоже юбилейный год, потому что 10 марта родилась бабушка Антонина Николаевна у нас. 10 марта мы родили Злату. А 13 марта, мне было 30 лет как раз, я встречала его в роддоме. И у бабушки день рождения, и у тебя сегодня день рождения. Посмотри, ты какой праздник сегодня двойной. Умница, красавица. Эта нить, связующая поколение, в семье Алексеевых особенно прочна. И дело не только в датах дней рождения. В 2008 году внук Николай занялся изучением рода. Ему стало интересно, чем жили предки. Отправной точкой стал богатый фотоархив, который оставил ещё его дед, увлекавшийся фотографией. Мы на первый свой цифровой фотоаппарат, где сняли видео, где бабушка два с половиной часа нам поясняла по семейному фотоархиву. Сделал семейный фотоархив, отцифрованный, и генеалогическое древо в Excel-таблице, соответственно. И потом немножко посетил архив наш Вологодский, покопался там. Добавились ещё два колена семейного звена. И в итоге получилось, что на данный момент мне известно уже семь поколений нашей семьи. Интерес к истории семьи побудил Николая отреставрировать старую фотографию, которая, возможно, была сделана ещё до революции. Снимок был обнаружен после смерти младшей сестры Антонины Николаевны. Здесь семья бабушкина, её отец, мать, бабушка с дедушкой, родственники. И, соответственно, потом, когда её оцифровали уже, смогли отретушировать, и появилось то, что на данный момент сейчас есть. Внук настолько хорошо знает любимую бабушку, что сегодня без труда открывает секрет её долголетия почётным гостям. «Бабушка каждый день с утра в одно время просыпается, делает зарядку, делает гимнастику для ума, вспоминает все окружные деревни, в которых у них были, родственников, помолится, кушает всё и по чуть-чуть. Если врач говорит таблетку пить, она пьёт четвертиночку, таблеточки в себя не балует и считает ещё математику. То есть она даже десятичные цифры, я лично видел сам, как она десятичные цифры перемножает столбиком». Родным не верится, что Антонина Николаевна задует сегодня на торте уже трёхзначную цифру. В этот день самые добрые пожелания адресованы ветерану в письме от президента Владимира Путина и поздравительном адресе от губернатора Олега Кувшинникова. «Трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодёжи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Владимир Владимирович Путин». От себя лично Сергей Варапанов добавил к букету варенье и чай, который так любит именинница. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волок ДРФ